один тут еще такие ямы канава хорошо хоть это пересохшая иду на место ребята друзья товарищи копатели и те кому просто нравятся приключения поиск сокровищ ну и история родной земли не очень родной вот тут конечно ты и мои заросли таки на первый раз на это место ребят приехал поэтому конечно не знаю что получится сейчас покажу тут поле вон она большое поле на ней на нем была большая деревня большая деревня говорят правда там копают вот камрада не сказал для чего-то там не копаешь ни разу не топая ни разу не топал думаю интересно но я точно надеялся что но будет распахана она сами видите на нем короткая такая трава приходить можно но это конечно не то же самое что папашни ладно если здесь не пойдет дело ну что делать поеду туда где вчера пятак поднял александра 2 там наверняка еще есть находочки все смотрим будет интересно один правда минус ребята такой ветер сильный тут на поле вчера то вообще без проблем было не ветерка вон там какой-то как виду гляньте через канал прям как старинно выглядит жаль зум не сломался не у меня у фотоаппарата у меня кстати находка чуя собственно лопату то достал и снимать стал далее как у ветер и это по моему монета ребят вот прикол да слушайте ну вот это на ходячка стена вообще верховая по моему даже зря копал не заметил просто сразу 50 копеек слышите кто-то тут обронил наверно может тут рыбаки какие сидели хотя лужа слишком мелко от черта знает ну блин класс слышите на булочку уже накопал не успел еще шагу шагнуть сигнал вот так себе скажем прямо но от нечего дело решил проверить и вот на тебе отлично здесь уже воды побольше такую ручеек а рядом была деревня интересно там могло и смыть что-то в русло речки вот был сигнал мощный очень пытаясь сейчас его достать друзья не получается о о слышите медное здоровенное медное кольцо железные такие находим на медь он зелененькая знаю вам цвет видно нет это возьму класс на пробить бы этот ручеек еду вон туда вон на пригорке была деревня так прибор начинает уже пищать вовсю сигналов много подались кирпичи много чего еще вот ложка выпала гляньте чайная ну-ка алюминий но целая то ли рыбаки потеряли тоже все же с деревни похоже ребята тут монету нашел да не похоже а нашел вон она да у блестит как я буду качать золото золото но это такое золото золото партии говорят у нас вот тридцать девятый год 1 копеечка отлично начало положено гляньте ребята что моя лопата копнула сейчас вот и я сначала подумал ну его нафиг может не трогать а а потом решил все-таки глянуть что это и вы только посмотрите это за приблуда краскопульт не краскопульта что это вообще такое короче этот как его первобытный пистолет вот чем строители работали 200 лет назад интересно хожу сейчас в радиусе 10 метров от того места где нашел монетку и конечно много сигналов поэтому приходится копать все подряд ну и дать правильно все дело вон это лежала железка который только что выкопал три шага ступил сигнал сомнительный был но я решил проверить и видите сомневаетесь но копайте ребята снова нас копеечка снова копеечка так старая сохранчик отличного 38 год гляньте какая красота загляденье ясно тут был дом и тут же снова сигнал ребята только гляньте на этот раз что выпало вот это да это у нас ребята обломок колокола небольшого но эти какой он был украшенный я находил обломки но намного беднее по виду отлично вот что выпало у нас ребятки следующий сигнал железо копаю во все интересно же а это у нас ручка дверная похоже открыли закрыли что-то положили подошел я ближе опять к ручью канаве а тут выкопал только что две копейки поздних советов и опять был сигнал но помощнее вон она лежит монетка лежит ребята но у меня сомнения на ее счет кстати да опять таки поздние советы характерный сигнал этого сплава 86 год три копейки гляньте нормальный захран блин ну ради этой монеты такую ямещу выкопал таких камни выкорчевал не успел спрятать телефон тут опять сигнал но похоже снова советики но решил снять поскольку монетка интересно лежит гляньте казалось сигнал то верховой очень сильный был ну да вот он гортик торчит и это похоже снова троечок вот раз похоже состояние гораздо ой так это 20 копеек а не троечок но даже номинал то вырос 79 год вот так вот монетка моложе меня а это лучше сохранился чем эта двадцатка надеюсь блин ну ветер здесь капец уже все уши себе проду как ребят даже не знает то ли рыбаки тут сидели обронили то ли еще что в виде сука еще накопал поздних советов он даже даже свою ровесницу нашел три копеечки 76 года отлично пятачок и он есть пятнашки короче там где-то еще сигналы блин лишь не за ними сюда приехал елки-палки впрочем время еще есть у меня в планах этот холм прочесать сегодня ребята я начинаю любить копать железо вы только посмотрите какой мне выпал шикарный топор а по-моему шикарный стеклянью форма оригинальная но чем не экземпляр для моей коллекции 1 м буду собирать действительно интересные бывают так ребята дуся нам сказала хороший сигнал прочитать тот топор не зря здесь лежал потому что этот хороший сигнал порадовал и вот он я уже вижу что это монета ребята о во и это империя вот такая вот империя 1 копеечка у нас елки год не вижу подуставшая конечно но это империя сегодня первое отлично поднялся я на эту гору высоченную понял что поторопился я в кепочке идти копать холодрыга сдувает меня здесь вообще капец зато какой вид обалдеть красота да круть интересно деревне здесь наверху или внизу все-таки ребятки не зря я на эту верхотуру забрался потому как дуся выдала мне сигнал но правда перед этим очень похожи были алюминий но все-таки этот мне показался гораздо лучше жаль не снимал так выкапал ребята эта монета и по моему она большая здоровая вот здоровая какая что же это у нас юма-ю а это павел ребята это у нас павел нового ёмки-палки вижу он там краешек буковки п ну-ка сейчас почистим легонько офигеть ох мужики вы только посмотрите какой сохран а она не затерта вообще посмотрите какой сохран я две копейки находился два раза за три года и каждый раз были не какие-то просто убитые вот я не зря все уже можно считать коп удался красотень то какая вот тут похоже было тоже деревня но не распаха на старский заросли там наверняка такие монеты лежат что ого-го а тут у нас был сигнальчик прям под кирпичом вон он смотрим что у нас за год о 39 гадите мне кажется уже сегодня находил 39 ну отлично слышите по сетам меня сегодня какие-то одни копеечки либо поздний совет но зато павел павел конечно порада о зашел ребята я в лесок тут хоть ветра нету капец чуть передохнуть но не зря потому что это тоже часть деревни если присмотритесь вот старое дерево то ли груша то ли яблони яма какая-то здоровенная копали здесь потому что колодец был вот я вы тут я вижу даже яблоки черные лежат прошлогодние под деревом так но я ж не просто так снимаю сейчас вам покажу кое-что интересное даже очень одну свою находку одну не свою вот этого будет не моя и бешни я нашел вы дайте что это ребятки кто-то уже наверно догадался я так сразу по габаритам и форме это у нас был ребята фотоаппарат вот его донышко с крепежом стандартно на зенит похоже ладно идем дальше прибор лежит скучает вместе с лопаткой вот яма это не я топал это старая яма но рядом с ней был еще один сигналчик вот он граждане на был медный хороший о мне тоже высохла большая мы не точно ой говорю хороший медный она вид совсем не медь слушайте это у нас пять копеек советский обалдеть а сигнал был совсем другой страна может потому что тут еще что-то лежит ща будем проверять вот это да облажался до граждане что-то уже полтора часа ничего толкового не попадается и сами видите как уже стемнело конкретно мне домой надо надо машина еще идти почти километр так что наверняка какой-то сигнал да и будет ности хорошие что-то найду вам покажу обязательно если нет не покажу главное топор не забыть вот точно ну что да с молодец как бы быстро и не пришел монетку он нашел где она о и же мелкая зараза ну и закономерная мелочь но у тебя те мелочь что у нас хотя бы имперская то нас 1 2 копейки николая отлично будем знать где еще можно копать по дороге вот ребята был сильный сигнал и похоже вещица была верховая я копнул только потом включил фонарь дали какая вещь вот и похоже находил молот без таких проволочек торчащих теперь даже интересно вот оно как работает осталось метров 200 до машины и тут на тебе ребята сейчас я подумал хорошо что жена не видит этого безобразия на кухонном столе чего я приберу все быть чисто гляньте ну топорик там радует целенький накопал монеты конечно немерено но в основном за счет этих поздних советов и даже современной ходячки не снимал лишь попался в колечко видите медная жаль мятая ну и прочие сопутствующие находки не сильно интересны что касается монет более интересных они но вот этот уже не снимал одна копеечка убитая советская это у нас одна копейка тридцать восьмой год как видите сохран вполне себе бодренький не затертая монета так что вполне себе годится следующий у нас тридцать девятый но аналогично я считаю что очень даже хорошо выглядит если не лучше прекрасная монетка и аналогично тридцать девятый год чуть худшем состоянии ой не чуть лучше сильно худшим ну да ладно из империи у нас была одна вторая копеечки и даже не стал тереть нет смысла 1913 года одна копейка николая второго но она конечно убитая ее восстанавливать нет смысла да собственно говоря по сравнению с этой о чем тут можно вообще говорить вот посмотрите как выглядит монета после того как полежала две недели в мыле да потому что это снимаю не сразу на следующий день вот то прошло уже достаточно много времени но к счастью как раз это помогло монете достаточно неплохо очиститься вот осталось еще немножко зелени и это у нас просто супер классный сохран для меди того времени посмотрите как здорово даже видно эти черточки на короне рельефчик радует есть конечно щербинки вот буковка и ударе на слове копейки но в целом просто замечательная монета я думаю что даже такую можно смело ложить коллекцию согласны я думаю что большинство с этим будет согласно павел 1 2 копейки 1801 год е.м. классика в общем здоровенная монитосина не то что современные думаю что если вам понравилось вы знаете что делать и обязательно заходите на канал посмотреть следующее видео там вообще вам бездны будут находки я вас уверяю за эти две недели я уже успел кое-что выкопать всем спасибо и счастливо до новых встреч EC КТА и Продолжение следует...